С чем мы дальше поручимся? Значит, ну, наша главная тема это все-таки исследование рефлекторного акта. Она так и остается на сегодня у нас главной темой. Значит, возьмемся с рефлексами. Мы уже давали определение рефлексам, мы уже строили всю простую схематическую сеть участников, рецептор, вставочный нейрон, рецептор, эффекта. Да? Ну, кстати, вот на этой схеме понятно, что все те моменты, которые в школьном учебнике в рефлекторной сети показывают, они изображены. Только они изображены, ну, как бы это сказать, в ситуации, слегка приближенной к реальности. Это, конечно же, упрощение, но хотя бы немножко приближено к реальности. Значит, нет и не существует в нашем теле ни одного рефлекса, который бы действительно реально управлялся по дорожке из трех нейронов. Такого просто не бывает. Значит, вот мы сейчас немножечко и посмотрим, что же там на самом деле есть. А главное, почему нельзя такой простой сделать? Разберем вроде бы элементарное действие. Человек с размаху сел на стул, а выяснил, что там лежала кнопка. Да? Значит, ну и всем понятно, что не надо долго думать, там, подать какие-то сомнения, что мне дальше делать. Думать вообще не надо, тело само решит, что ему надо делать. Вы начнете вскакивать даже раньше, чем почувствуете боль. Сработает безусловный болевой рефлекс. Кстати, ну-ка давайте, вот здесь это необходимо. Попробуем с вами обсудить одну очень важную тему. С вашей точки зрения, а что такое боль? Только, пожалуйста, не колдить, а поднять руку. Что это за ощущение? Зачем оно не нужно? Так, 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 еще. Народ, включайте мозги, вопрос не настолько сложный. Так. Прошу вас, давайте. Я думаю, что это определенное действие механо-рецептора на агрессивное воздействие. Например, на тот же самый на тот же самый что? На тот же самый укол. Хорошо, на тот же самый славно. Исходя из вашего определения, вы можете смело браться за раскаленный утюг. Потому что это никак не подействует на ваших механо-рецепторов. Или поливать себе руку концентрированной серной кислотой. Потому что это тоже не должно подействовать на ваших механо-рецепторов. Так что попробуем как-нибудь усовершенствовать. Прошу вас. Можно инстинкт? Инстинкт. Ой-ой-ой. Так, ребят, слово инстинкт на самом деле одно из очень сложных понятий. И путать, и рефлексия инстинкта, ну, я бы не рекомендовал ни в коем случае. В самом конце моего кусочка занятий мы немножко с вами про инстинкта поговорим, что это такое. Прошу вас. Мне кажется, что в организме есть химорецепторы, которые реагируют на те вещества, которые содержатся только в хлебе. Так. И когда хлеб разрушается, эти химорецепторы возраются, и они не будут. Отлично. Отлично. Причем совершенно верный под развитие событий. Но прежде всего, боль это просто сигнал о разрушении участка тела. Совершенно не важно, какие силы разрушены. Механические, как вы предположили, химические, температурные, так или какие-то другие. Важно, что в этом месте участок тела разрушен. Как проще всего засечь такую ситуацию. Ну да, решение очень хорошее предложено. Внутри клеток всех клеток тела содержатся вещества, которые не должны из них выходить. Их просто не выпускает клеточная мембрана. Так что, если такие вещества появляются между клеток, это свидетельствует о чем? Важно или не важно, чем именно разрушена клетка? Совершенно не важно, чем разрушена. Просто если эти вещества в межклеточном пространстве, значит здесь разрушение. Соответственно, ставим хеморецепторы на эти группы веществ и получаем сигнал на любую форму разрушения. Ну, реальность с тем работает, конечно, намного сложнее. Это общий принцип. Хорошо. Значит, ну вот и давайте вернемся к случаю, когда человек садится на путь. Реакция будет совершенно нормальная. Как по-вашему? Вот хорошо. У нас вы строите робота. Бог с ним, с человеческим телом. Да? Вы строите робота. Ваша задача, чтобы он не давал себя поломать. Значит, если в какую-то, вот он всунул руку в этот участок пространства, а там мы взяли и что-нибудь оторвали. Да? Как вы запрограммируете его реакцию на местную поломку? Что он должен сделать? Прямо, вот будет стоять, так его здесь ломают, да? А он так стоит и здесь чинит. Его ломают, а он чинит. Его ломают, а он чинит. Что в первую очередь надо сделать? Хорошо. Надо регулировать его так, чтобы он убрал. Именно так. Надо убрать вот ту часть тела, которую у вас разрушают из той точки пространства, где происходит разрушение. Возвращаемся к случаю с обскакиванием с кнопки. Всем понятно, какая часть тела пострадала? Почему вы начинаете не петь, допустим, не чесать в затылке, а вскакивать? А чтобы пострадавшую часть тела убрать из той точки пространства, где ее начали разрушать. Отлично. А теперь давайте переходим к самому главному. Значит, а давайте прикинем себе, какие мышцы должны сработать у человека для того, чтобы он скачал. Вот просто совершил такое простое действие, не какой-нибудь сложный фигурист, а вроде бы элементарное действие. Подождите, прежде чем мы это будем обсуждать, давайте схему сидящему человеку. Итак, ну как вот так человек решил сесть, и тут выясняет, что на этом сидении оказалась кнопка. Горе, горе, горе. Знаете? Вопрос. Как будем скативать? Прошу вас. А, во-первых, нужно приметь ноги, и корпус нужно... Вы примите ноги, классно. Давайте посмотрим, что произойдет с человеком, если он разогнет коленную руку. всем понятно, что произойдет? А прокинемся назад. Так, 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 уже интереснее, тише, прошу. О, о, о. Значит, необходимо что сделать? Прежде всего надо как-то обеспечить, чтобы при вскакивании ваш суммарный центр тяжести, проекция его, не выходила за рамки площади опоры. В данном случае площадь опоры это четыре ножки скула. Так? Значит, если я просто сразу разгибаю в колени, да, меня вот так вот влюб. Поэтому первое, что делается, вы ноги вот сюда подбираете, так? а корпус наклоняете вперед. Вот из-за этого положения можно пробовать начать вставать. Давайте смотрим. А теперь сколько суставов надо одновременно, каким количеством суставов одновременно управлять, что тут стать? А что внутри? Это вот я наклонил человека в исходную позицию, с которой можно попробовать вставить. Ну, давайте смотрим. Если даже в этой наклоненной позиции, он просто начинает разгибать колено. в зависимости от вот этого угла нагона, он упадет либо вперед, либо назад. Да? Прошу. Как характер технику? Ну, если считать в ходе на них по 8 суставов? Ну, реально. Ну, вот давайте изображенные с теми, допустим. Значит, во-первых, два колена. Согласны? Еще? Конечно. Голеностопы. Голеностопы. Совершенно верно. Оба голеностопы. Вот это очень важно. И таз. Так? И тазобеданность. А плюс к этому надо все время следить за тем, чтобы угол наклон от позвоночника не выводил суммарный центр тяжести, правиль суммарного центра тяжести за рамки вашей площади опора. Ну, а теперь подумайте. Болевой рефлекс изображенной учебники по простой схеме рецепта принял сигнал, вот он рецепт здесь стоит, сигнал он принял, передал на вставочный нейрон, вставочный нейрон передал сигнал на мотонейрон, а он на мышцу, которая производит действие. Хватили такой цепочки, чтобы вы вскочили и при этом не упали. А вы понимаете, что вам надо развести сигнал по огромному количеству участников. Да плюс к этому, их можно в любом порядке сокращать или в строго определенном. Вот если вы хотя бы немножко, в данном случае на одну десятую секунду, это уже недопустимо, значит, немножко нарушили порядок и сил сокращения, вы сразу теряете равновесие. Так что никакого вот такого простого линейного развития событий как правило не бывает. А реально на месте вот этого вставочного нейрончика стоит не одна нервная клетка, а целая сложная нервная сеть, нейронная сеть. Вот не такая крошка, как мы здесь нарисовали, а действительно сложная, которая распределяет выходные сигналы по огромному количеству нервов, контролирует подвод этих сигналов в строго определенное время. Так, то есть реально на месте вставочного нейрона, как правило, находится достаточно сложная нейронная сеть. Поэтому, ну, там, я не знаю, 15-20 участников это действующие лица нашего какого-нибудь простого реплекса. Ну, а более сложно, там выше сотни, на самом деле, взаимодействующих нейронов, которые позволяют системе сработать. Так? Значит, такая система будет иметь систему реплекторного ответа. Две особенности. Одна очень хорошая, а вторая, на первый взгляд, никуда неподная. Значит, во-первых, берем врожденные рефлексы. Им надо учиться или не надо учиться? Вроде бы, кажется, потом увидим, что на самом деле сложнее, но на первый взгляд кажется, что им учиться не надо. Человек рождается с готовыми программами поведения, регуляции внутренних органов, при этом обычно не ставится вопрос, откуда они взялись. Вот если они к моменту рождения готовы, записаны в ДНК, так, кто знает, поднимайте руки, как называется единичная информационная запись в нашей наследственной информации? Ген. Ген, совершенно верно. А сколько всего генов у человека в каждой клетке? Сколько? сейчас выяснилось, что еще меньше. Порядка 25 тысяч, даже там меньше, чем 25, но вот ориентировочно можно цифру 25 тысяч запомнить. Ну а теперь, давайте подумаем. 25 тысяч программ, это много или очень мало. Много, да? А вы понимаете, что здесь в первую очередь надо закодировать весь обмен веществ. То есть все биохимические события внутри клеток. Плюс к этому все взаимоотношения между клетками, опять же, биохимические, плюс к этому каким-то образом через посредников дотянуться до программы управления ростом, до программы управления развитием и функционированием органов. Сколько у вас остается на поведенческие пайлы? Ага. А количество врожденных рефлексов у нас? Ну, как бы вам сказать. Как бы вам сказать. Значит, ребят, большую часть вашего поведения, вот то, что называется поведением для всех живых существ, вы совершаете отнюдь неосознанно. Это у вас иллюзия такая, что как захотел, так и сделал. Значит, рефлекторных компонентов в нашем поведении, без рефлекторных компонентов вы бы ничего сдвигаться не смогли прежде всего. Просто-напросто не ходить, не стоять, не сидеть, не тем более какую-то более сложную динамику совершать. Так, значит, проблемы с произнесением слова возникли. Вроде бы такая специфическая человеческая сторона, ничего не выйдет. Правда, это не врожденная, это уже приобретенная механизма, но те же самые эффлекторные. Значит, так вот, на самом деле не совсем они врождены, эти программы. Дело в том, что происходит их тренировка и оплатка. Ну, скажите, человек рождается с умением печатать на компьютерной клавиатуре или с умением кататься на роликах. не рождается. А со временем он может научиться при жизни? Надежды. Продолжение следует...